Привет, меня зовут Сынар и сегодня я покажу магию кино. Находясь в городе Астане на Экспо, я покажу город Бухару, который находится примерно в 2500 километрах города Астаны. В этом видео вы увидите настоящий древний уздекский город, древние улицы, древние дома, а также немножко современных пейзажей. И всё, поехали! И потихоньку Узбекистан начинает занимать для меня по гостеприимству место где-то рядом с Грузией, потому что здесь даже когда проходишь мимо, тебя зовут на чай, приглашают поесть плова. Очень гостеприимные люди, а мы двигаемся в золь трассы на Бухару. Отъехали километров 10 от Самарканда, до Бухары оставалось примерно 200 километров. Салам алейкум из города Бухары. Сегодня мы перемещались от села до села, а сел здесь реально очень много. Здесь, как у нас на запад от Киева, одно село плавно приникает в другое. Но тем не менее, когда узбеки узнают, что мы не туристы, что мы гости Узбекистана, они подвозят, они угощают водой, соком, лепёшками. И в целом всё очень приятно, добродушно. На выходе из Самарканда нас позвали на чай, дальше нас пару раз звали в гости, но мы не заходили, потому что стояние на Бухары всё-таки не маленькое, и хотелось быть здесь в адекватное время. И сейчас мы в Бухаре идём стыриться и в душ, в душ, в душ, срочно в душ, потому что за бортом плюс 40. А вот так выглядит мой номер в Бухаре. Кирия 16 века, если что, так, к слову, свой фрейм. Вот Бухара, как раз оправдывает на представление о старом Узбекистане. Каменные дома, маленькие улочки, грязные каналчики, в которых местные моют ноги, но это нюансы. А так всё очень-очень этнишенько. Ну и жёлтые такси, да, Пепси Маркет. Без Пепси Маркет здесь никуда. Центр старого города Бухары – это сплошной базар-вокзал. Причём базар-вокзал с колоссальным разбросом цен, то есть тибетейка, здесь стоит 6 тысяч местных сумм. Это в переводе на украинские деньги примерно 35-40 гривен. Мне кажется, как-то так выглядела Бухара ещё лет 100-200 назад, разве что сейчас нарушают эту идиллию. Жёлтенькие нью-йоркские такси, которые здесь ездят везде, и почти каждое из этих красивых, аутентичных зданий – это отель. Здесь называется бутик-хотел. Гуляешь такой по старой Бухаре. Гринобитные домики, облезлые коты. Поворачиваешься. Таданч! Ресторан, жёлтые такси, отели. С этой глобализации добралась и сюда. Гордо ревут флаги Германии, Франции, Италии, Америки, Британии, Канады и чего-то ещё. И везде базар. Находчиво на середину, традиционный, на очередь фотографирующихся. А мы, немножко оправившись с теплового удара полученного, вчера гуляем по Бухаре. Да, вчера мы оба схватили тепловушечку, потому что любим ходить пешком при 40-градусной жаре по рюкзакам по трассам Узбекистана. Сегодня уже чуть получше, поэтому выбрались в старинный город, где хочется фоткать всё. Да, ещё я знаю, в чём счастье здесь. Счастье здесь – это ходить в мокрой футболке. Интересно, через сколько она станет с сухой футболкой. Прикиньте, ребятки, это всё ручная кирпичная кладка. То есть это всё делают люди руками. На заметку гостеприста в Узбекистане. В каждом городе плов здесь разный. Вот это сейчас бухарский плов. Отличается он составом. Вот здесь изюм и что-то ещё. Отличается жирностью, отличается мясо. Он сегодня уходится. То есть отличается, реально отличается. Куда бы ты ни пошёл в бухарет, ты обязательно пройдёшь через рынок. На рынке здесь можно купить тюбетейку, ткань, жилетку, украшения, ручной работы, фабричной работы, что угодно плавно торговаться. А здесь при тебе сразу, видимо, делают ножи. Продолжение следует... Продолжение следует... В Бухаре очень много медреса, то есть, исламских образовательных заведений, школ, институтов. Почему? Потому что ислам, на самом деле, поощряет образование, поощряет тегу к знаниям. И многие великие мусульманские ученые говорили о том, что стремление к знаниям – это дело жизни настоящего мусульманина и мусульманки. То есть, женщинам тоже можно и нужно учиться, вопреки нашим стереотипам с молодых странах, образование здесь в большом почете. Но это не отменяет того, что с вот этого минарета вплоть до начала 20 века скидывали людей. А я тоже только что сторговал на местном рынке на валочку подушку на подарок. Предлагали 50 тысяч, а я сторговал за 30 тысяч. Последний раз так часто мы фоткались на аниме-фестивалях, когда я был в косплее. Но сейчас я не в косплее, хотя для местных я, наверное, в косплее. Потому что очень часто подходят узбеки просто сфотографироваться именно с ними. Фото с украинской обезьянкой. Честно говоря, раньше я думал, что вот эти выступающие бревнышки и кирпичики в стенах древних строений это придумка программистов-дизайнеров компании Ubisoft. Они реально есть. Может быть, действительно, для того, чтобы древние ассасины легче забирались на стены. Может, это условно чем-то другим. Но действительно, по этим бревнышкам, я думаю, какой-нибудь опытный Альтаир смог бы легко залезть на эту стенку. К слову, это крепость Арк, а за спиной у меня офигенный вид. Нам предлагали подняться на раскапывающую часть бедных стенах за 10 тысяч местных сумм. Но я очень стартоватно закачиваюсь, поэтому трудиться до 15 тысяч местных сумм, то есть поползнинику с местных денег с лица. И здесь открывается действительно очень клевый вид на старые губы. Вот я попробую, что для ты красивые года. Но я надеюсь, я не делаю особенный вид на старые губы. Но я думаю, что для вас это такое прик placed с этими, сейчас мы попробуем. Я стала прожарatan с ветвая губы. Ос心. Пол straightforward. Понятно. Суперents. Вау, вид действительно шикарный, и он стоит полтинника с лица. Музейная программа на Узбекистан выполнена. Мы сегодня зашли штук 5-6 выставочных залов в крепости Арк. Музей, как и музей, черепки, халаты, халаты, черепки, фотографии, самовары, большие от узких самоваров. На самом деле, если бы не вид крепостной стены, который очень крутой, то это было бы не больше, чем самый обычный краеведческий музей Бухарского Эмирата. Да? Музейная программа на Узбекистан. Она на тебя похожа. Да. Музейная программа на Узбекистан. Музейная программа на Узбекистан. Музейная программа на Узбекистан шпак. Музейная программа на Узбекистан. Сегодня Бухара нас так и не отпустила, потому что то ли от местного климата, то ли от местной еды, то ли от всего места, наши желудки немножко расстроились. И такие отстроены в стороне, чуваки, вы сегодня никуда не едете, вы сегодня отлеживаетесь день в прохладце. И мы сегодня как трутуисты никуда не выходим из нашего номера, сидим в интернетиках, кто в интернетиках, кто-то снимает по мне, там бумажей бабкой. Ией. Зато можно сделать работу, почитать книжки, наступиться в инете и захотеть уже двигаться дальше. Я надеюсь, что завтра наш организм уже отпустит окончательно, после литров смекты и здорового питания, стоящего из пачки творожка на двоих в день. И мы все-таки двинемся дальше в сторону Ташкента. Бухара нас вчера так и не отпустила, поэтому сегодня, собрав силы, желудки и поставить деньги в кулак, мы решили поехать в Ташкент поездом, ну такой-то поезд красивый. Поезд действительно оказался очень крутой, я считаю, что успеется до 20 километров в час. Пока что мы не можем стоить до 20 километров в час. Тут вот здесь есть розетки, прозрены, здесь есть устроенное радио, здесь пошлателька, все откидывается, выстраивается, нашло чуть-чуть ее разрешение, сказка, не просто. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Это была Бухара, самая южная точка нашего маршрута на ближайшие пару месяцев После Бухары мы поехали в Ташкент, потом вернулись обратно в Астану, где я сейчас нахожусь После Астаны мы двигаемся через Сибирь, через Байкал и Улан-Батор для получения китайской визы И путешествие через Китай, через Мьянную, Индию Так что подписывайтесь, лайкайте, репостивайте В следующем видео будет еще много интересного Пока!